В нашей семье слово «победа» неразрывно связано с дорогим нам человеком, моим дедом Павлом Владимировичем Капраловым. Он родился в 1908 году в Горьковской области, ныне Нижегородской, в селе Пекинские Гривы, в семье крепкого крестьянина. Семья имела свою пимокатню, также шили знатные сапоги, которые славились на всю округу. Все члены семьи были славными тружениками. Там же он встретил свою жену, Елизавету Ивановну Антипину, которая всю жизнь ему была верным другом, помощником и матерью родившихся их детей. А вот и 1941 год. Началась Великая Отечественная война. Дед еще до войны был призван на срочную службу в Красную Армию. Павел Владимирович был артиллеристом, командиром 1-й батареи 269-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона в звании старшего сержанта. 269-й дивизион был сформирован в городе Рязани, а первое боевое крещение получил в городе Калуге, защищая столицу Москву. Однажды, перебирая старые фотографии, я нашла пожелтевшие от времени письма. Одно письмо было о состоявшейся встрече однополчан моего деда в городе Хмельницкий, район Гречан, Украина, в 1982 году. Однополчанин Яков Владимирович Вакулинский описывает, как их встретил этот город. «Мы побывали на бывших огненных позициях, на которых много погибло наших однополчан. В Хмельницке есть улица Зенитная и переулок Зенитный. Это символ вечной памяти артиллеристам-зенитчикам, сражавшимся за их родной край, за крупный железнодорожный узел Гречаны. Жители этих улиц радостно принимали нас в своих домах за праздничным столом. Каждый из нас через 38 лет прикоснулся к своей молодости. Молодость этих людей – это война, разлука, смерть и в то же время ответственность, мужество, проявленное в боях за Родину. «А писать встречу невозможно, ее нужно прочувствовать», – пишет однополчанин. «Они все радовались, радовались встрече с боевыми товарищами. Я подумала, какую же светлую, нежную, верную память хранили люди того военного времени. Несмотря на страшные события, они продолжали жить, учиться, создавать семьи, любить». В конце письма поставлена задача. «Задача всех однополчан 269-го дивизиона – крепить свое здоровье и прибыть навстречу в день 40-летия победы над фашистской Германией в городе Калуге в 1985 году». «Сколько же оптимизма в этих строках! Вы только крепите свое здоровье! Только бы еще встретиться всем боевым товарищам, которые в годы войны стали родные друг другу. Они выжили, продолжая жить памятью своих сослуживцев». Было еще одно письмо боевой подруге моего деда – Дежиной Е.С. Позже нашла ее через поисковые сайты участников Великой Отечественной войны. Ее звали Елизавета Степановна. Она пишет. «11 мая 1944 года на гречаны налетело 60 фашистских самолетов. Летели они волнами по несколько штук. Там же рядом с дивизионом стоял 211-й отдельный зенитный бронепоезд, командир которого был Николай Николаевич Веревкин. После войны он жил в городе Мелитополе. Один боец бронепоезда в послевоенные годы работал заместителем министра рыбной промышленности Латвии, а старшина журналистом жил в городе Донецке, автор многих книг. Елизавета Степановна жила в поселке Тарадеи Рязанской области. После войны работала в местной школе учителем истории и географии. Всю жизнь собирала фотографии и данные о своих боевых товарищах, с которыми пришлось идти рука об руку во время войны. В мае 1944 года ее раненую без сознания сняли с пушки, о чем она узнала позже. Имела медаль за боевые заслуги. Из письма. «Сколько слез я пролила о девушках. Своим однополчанкам буду рассказывать, рассылать их фото. Не всем, но большинству. Нашла родственников Дуси Чегловой. Сестра ее живет в городе Волгограде. Представляете, человек жил всю жизнь воспоминаниями о войне, о своих девчонках, зенитчицах, о солдатах, с которыми связала война. Своей же семьи так и не пришлось создать. В этих письмах, которые находятся не в архивах, а в простой семье, написана история. Настоящая история войны. А для меня герои-победители – это мой дедушка Павел Владимирович, Елизавета Степановна, Яков Владимирович и еще 27 миллионов солдат Красной Армии, которые живут в нашей памяти, живут в письмах, и нам не помнить об этом нельзя. Мой дед был контужен, вернулся в родные края, в Горьковскую область, бойцом-победителем. Но душа его была неугомонная. В стране началось освоение целинных земель. И он, собрав всю свою семью, отправился в Сибирь, где и осел до конца своих дней, в Новосибирской области, Барабинском районе, деревня Бакмасиха. Работы не боялся никакой. Был секретарем партийной организации, председателем народного контроля, участником ВДНХ. Получил медаль за освоение целинных земель. Сейчас, каждый год 9 мая, мои дети с гордостью участвуют в шествии «Бессмертный полк», неся портрет нашего деда, и им есть кем гордиться. А я вспоминаю слова Елизаветы Степановны Дежиной из письма. «Прошло 38 лет после войны, а фронтовые друзья все ищут друг друга. Это хорошо, что не забывают военного времени. Для меня война никогда не кончилась. Она продолжается и сейчас. Трудно описать, что пришлось пережить. Лица погибших друзей и живых всегда будут волновать душу. Кто знает, может, Елизавета Степановна, писав это письмо, подумала, что когда-нибудь она попадет в руки потомков». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!